КОМИКС ПАУЛИС ЭНТРИ ХОДЯЧИЕ МЕРТВИЦЫ Я что-нибудь об остальных? И ты знаешь? Да, но это не очень хорошая новость. Сансет, пожалуйста, не рассказывай мне. Пинки, Рейнбоу и Твайлет, их больше нет. Как насчет Рарити и Эпплджек? С ними всё в порядке? Да, они были частью нашей группы с тех пор, как всё это началось. Я разговаривала с Эпплджек несколько часов назад, и она сказала, что у неё всё хорошо. Пока она находится в Эверфри. Ты в порядке? Угу. Давай попробуем немного поспать. Ладно. Позже этой ночью. Привет. Тебе тоже не спится? Не совсем. Я только что проснулась. У тебя бессонница? Немного. Из-за твоей сестры? Извини, я не имела в виду... Нет, не беспокойся, правда. Но да, я не могу выбросить из головы то, что сказал мне Тимбер. Если она умерла, значит Реджи и первая база могут остаться сами по себе. Меня тошнит от одной только мысли об этом. Хех, ну как есть, так есть. Я не хочу мешать тебе спать своим нытьём. Эй, всё нормально. Я уже несколько месяцев была сама по себе, ни с кем не разговаривая. Я более чем открыто выслушаю того, кто в этом нуждается. Что ж, спасибо. Я думаю, это то, что нам всем нужно в такие времена. Да, без сомнений. Как тебе удалось выживать всё это время, да ещё и в одиночку? Ну, я полагаю, это был инстинкт выживания. Я знала, что я была одна и что мои друзья могли быть в опасности. Я делала всё, что могла, чтобы продолжать идти вперёд и выжить. Последнее, что мне было нужно, это чтобы я умерла из-за своей трусости. Так что я оставила все эти мысли позади и стала храброй Флаттершай. Да, нам всем пришлось оставить своё прошлое позади, чтобы выжить. Я уже убивал человека раньше и не горжусь этим. Ты убил их, чтобы выжить? Ну, не совсем так. Он выстрелил Дёрпи в руку и всё такое. Это меня так разозлило, что я ударил его ножом. А потом выстрелил ему в голову. Пинки умерла из-за этого. Её застрелили сразу после того, как я ударил его ножом. Я никогда не прощу себя за то, что сделал. Сансет, Рарити и Эпплджек простили меня. Но, честно говоря, я бы себя не простил. Всё это время ты держал это в секрете? Да? Давай, выплесни всё это наружу. Это поможет тебе? Я сожалею. Я так сильно сожалею. Всё хорошо. Не нужно извиняться. На следующий день. Мы уже близко. Итак, как именно работает это лекарство? Ну, по словам Спайка, она только мешает тебе обратиться. И если тебя укусят, есть минимальная вероятность, что ты выживешь. Что это значит? Это значит, что в зависимости от того, насколько серьёзен твой укус, ты можешь либо выжить, либо умереть. Что ж, если я чему-то и научилась за последние месяцы, так это тому, что укусы у всех ходячих действительно ужасны. Вот почему ты можешь не выжить, если тебя укусят, даже если у тебя в организме есть это лекарство. Значит, ты можешь умереть, но не обратишься? Очень даже может быть. Ну что ж, вот мы и пришли. Её лаборатория. Давай, давай покончим с этим. Как нам войти? Твайлайт оставила какие-нибудь ключи? Хм, она оставила меня. Там есть потайной вход, о котором знаем только Твайлайт и я. Следуйте за мной. Внутри лаборатории. И... готово! Это довольно крутая лаборатория. Я не думаю, что когда-либо приходила сюда, до этого момента. Ладно, за мной. Лекарство где-то здесь. И вот оно. И это всё? Да. Что ж, очевидно, что оно внутри. И очень хорошо спрятано. Мне понадобится помощь, чтобы открыть его. Ты ведь знаешь код, верно? Эм, да. Я думаю, что помню его. Ты думаешь? Эй, не переживайте, ладно? Я помню. Хорошо. Я помогу тебе. Итак, в какую сторону? Попробуй три раза повернуть налево, два раза направо и четыре раза налево. Он не открывается. Эм, окей. Спайк? Нет, 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 нет. Я помню, помню. Хм. Было два раза налево или три? Нет. Было один раз налево, три раза направо и... Как же там было? Хорошо. Хорошо. Кто-нибудь знает, как открыть сейф без кода? Что ж, мы не можем разломать его, потому что лекарство внутри. Я не думаю, что есть способ открыть его без кода и не разрушая его. Заткнитесь! Я пытаюсь вспомнить! Угу. Ладно, давай, Спайк. Что сказала Твайлайт в тот день? Воспоминания. Ладно, это должно быть всё. Но, Твайлайт, что если... что-нибудь случится с тобой? Что если я забуду код? Код очень лёгкий, Спайк. Просто запомни, даты наших дней рождений. Два раза влево, три вправо и четыре влево. Двадцать три и четыре. Точно! Пока ты помнишь эти даты, тебе не о чем беспокоиться. Ты обещаешь, что мы всегда будем вместе? Спайк, я всегда буду с тобой. Спайк? Угу. Может быть, мне будет легче, если я просто увижу? Нет-нет. Угу. Я вспомнил. Два раза влево, три вправо и четыре влево. Ладно. Итак, два раза влево, три вправо и четыре влево. Он открылся! Да! Спасибо, Спайк. Извини, что сомневалась в тебе. Хе-хе. Всё нормально. Что ж, давайте проверим его сейчас же. Час спустя. Вот, и всё упаковано. Ты в порядке? Да, я просто переживаю. О чем? О лекарстве. Что если оно бесполезно? Оно не может быть бесполезно. Твайлайт использовала его и испытала на себе, верно? Да, но... Забудь об этом. Я просто слишком много думаю. Флаттершай, ты сможешь помочь нам сделать прививку. Эм, но до этого я делала уколы животным, но не людям. Думаю, я могла бы попробовать. Странно это шоу, однако говоришь о нём. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь неясен, в стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой, время стоит убить.